Геройня нашего сюжета – педагог дополнительного образования Саянского детского дома-интерната Наталья Осмоловская. Работа для нее – это не просто профессиональная деятельность, это творчество, искусство. Она никогда не считала себя учителем, а всегда была художником и творцом. В ее руках волшебная палитра красок, и как художник она ежедневно открывает для себя новый мир, удивляясь и наслаждаясь. Любовь к творчеству мне прививала моя мама. Она очень красиво рисовала и в дальнейшем работала даже на заводе, расписывала кувшины, горшки. Также прививал ко мне любовь к рисованию и брат. Он не только красиво рисовал, но и каллиграфический почерк у него был. И хочу сказать, что мне даже пришлось из дома уехать в другой город и там учиться в художественной школе и поступить в дальнейшем в училище на художественное графическое отделение. Любое творчество воспринимается людьми всесторонне. Мы видим и созерцаем, и даже слышим, сохраняя в душе понравившиеся нам образы. Ведь рисуя картину, художник не просто накладывает краски на холст. Не получится полноценной достойной внимания картины, если на ней будут лишь форма и цвет. Настоящий мастер обязан наделить произведение душой, если хотите своей харизмой, может быть тайной. А любимое занятие Натальи придумывать и создавать своими руками игрушки. Игрушки это, конечно, то, что притягивает и взрослых, и детей. Они бывают абсолютно разными и для разных целей. Тканевые игрушки или текстильные игрушки своими руками. Это один из самых безопасных и привлекательных видов игрушек для маленьких. Ими можно играть детям с самого раннего возраста. Но и во взрослой жизни мягкие игрушки не теряют своей актуальности. Например, сейчас стало модным дарить и украшать для домашнего интерьера игрушки, сделанные своими руками. Как правило, такие игрушки стоят недешево, и поэтому многие считают их признаком роскоши и достатка. Даже самая простая игрушка, сделанная качественно и с любовью, может стать очень ценной и нужной в чьей-то семье. Кстати, коллеги из детского дома-интерната, да и сами ребятишки считают, что им несказанно повезло в том, что здесь работает эта хрупкая, увлеченная, талантливая, невероятно работоспособная женщина. Светлый, добрый человек, прекрасный педагог, без участия которого практически не обходится ни одно мероприятие. Ребятишки, с которыми я работаю, они по характеру, конечно, разные. И на занятия приходят с разным настроением. И работая над игрушкой или над картиной, они успокаиваются. Они даже это сами заметили и говорят, мама Наталья Владимировна, нам стало спокойней. Наталья Владимировна уверена, что любая игрушка, сделанная своими руками, наделена теплом и любовью. Поэтому никакая покупная игрушка не сможет заменить ту энергетику, обереговое назначение. Мягкие игрушки, сделанные своими руками, они не похожи на другие. У них нет многочисленных копий, как у фабричных. Они хранят тепло рук своих авторов и проходят своеобразные ступени, совершенствуясь по мере повышения уровня мастерства своих мам и пап. Они воплощают наши фантазии и мечты. Они могут быть игровыми для детей и для младенцев до подросткового возраста. Могут быть украшением для интерьера, которые живут на полках. Могут быть оберегами для дома и своего хозяина. Также могут быть и талисманами, и хранителями, как и секретов и очага домашнего. Их можно делать для себя и как сувенир в подарок. Создание игрушек – это всегда творчество, изобретение нового. Оригинальность игрушки, уникальность и неповторимость – ее несомненное достоинство, отличающееся от типовых массовых магазинных. В игрушках, созданных своими руками, чувствуется человеческая душа и тепло. То, чего так не хватает нашему механизированному миру, считает Наталья Владимировна. Создавая игрушку с детьми, приходит, естественно, сначала идея. Но идеи мы еще и можем подсмотреть где-то на картинке или взять в интернете. Но всегда любую вещь, либо картину, либо игрушку нужно дополнить своими идеями, мыслями. И тогда она уже будет как бы твоя игрушка. В преддверии новогоднего праздника можно подумать об украшении елки и собственноручно смастерить новогоднее украшение, которое можно подарить близким, родственникам, коллегам и друзьям. И такие изделия можно создать собственноручно. Сегодня мы делаем новогоднюю игрушку, шар, которую можно повесить на елочку. Для того, чтобы начинать работу, нам понадобится губка, поролон для сухого валяния. С помощью иглы мы валяем на этой губке. Нам понадобится синтепон. Для чего? Для того, чтобы экономить цветную шерсть, мы применяем для основы синтепон. Потом нам нужна будет любая цветная шерсть, игла, так как это сухое валяние иглой. Вот здесь можно основу еще изготовить из сливера, вот такой вот нечистой шерсти. Но у меня сейчас основа готова из синтепона. Сейчас нам надо выполнить декор для игрушки. Декор можно придумать любой. Можно из пайеток декор изготовить. Можно из вот таких вот разных готовых уже новогодних штучек. Можно декор сделать из шерсти. Вот в данный момент я хочу сделать декор на шарике нашим из белой шерсти. Берем прядочку, очень тоненькую. Скручиваем ее. Можно пальцами ее скрутить. Можно в ладонях ее скрутить. Чтобы ее короче сделать, ее можно оторвать на несколько таких вот коротеньких жгутиков. Прикладываем жгутик к шарику и приваливаем. Еще можно дополнить. Вот эти вот кончики их вот так вот привалять иглой, чтобы они не мешали. Теперь оформляем короткими переходами, чтобы снежинка у нас получилась красивой. Такая достаточно мелкая работа, кропотливая. Требует терпения. Я еще хочу кружочек сделать внутри снежинки. Вот таким способом. Есть такие вот колпачки. Можно бусинку вдеть, в бусинку вдеть ниточку. Можно вот такие вот колпачки продаются. И получится вот такая вот новогодняя игрушка. Наталья Владимировна уверена, что во все времена нужны творческие личности, так как они определяют прогресс всего человечества. В настоящее время творчество проникает в различные сферы деятельности человека. Поэтому очень важно подготавливать детей к жизни, к практической работе, научить их творчески мыслить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова